доброго здоровьи уважаемые посетители моего канала вот поступила интересная темка андрей просит меня я хочу омолодить себя чтобы седые волосы превратились черный как прежде и чтобы тело опять всегда являлась молодым как душа посоветуйте пожалуйста действенную методику с уважением андрей ну чтож как говорится ну чтож попробуем что-то посоветовать на эту тему естественно прежде всего прежде всего обратимся к своему собственному опыту у меня есть какой-то опыт опыт по как бы сказать по построению физического тела построению внешней фигуры это сразу же будем подкреплять его смотрите какой это опыт вот я занимался и и и и и в 76 году 76 году вот смотрите это мои лучшие достижения было вес 115 килограмм силовые показатели как олимпийского чемпиона 1960 года юрия петровича власова столько я подымал не знаю кому они нравятся то есть по перестройке своего собственного тела ну и естественно вот такая вот мордашка выглядела внешнее наращивание мышечной массы изменение пропорции тела там силы все это было у меня и вот смотрите какой я выглядел это примерно год наверно семьдесят восьмой видите такой кучу лавой большой на свадьбе своего друга бывшего и вот это все когда я прекратил заниматься она еще держалась это как раз когда я вышел вышел женился вот чаще стоит справа мать моя слева а это вот когда родился ребенок это 1983 год то есть сынок родился леонид я сижу со своей мамой и с сынком вот такого то есть вот такая фигура я немножечко так сказать начинаю все это дело издали делать да то есть мордашка было видно что все-таки накачался будь здоров даже вот можете посмотреть на мою личную медицинскую книжку 1983 год вот такой вот я был вот такой я был потом то есть это я интенсивно занимался там тяжелой атлетикой там качался все это там делаешь вот так вот она значит сказалось потом как-то все это мне а не то что это все мне надоело просто-напросто знаете в какой-то момент я перестал чувствовать перспективу дальнейшего развития в этом направлении и начались разного рода заболевания и начал я значит искать как раз пути средства что чего как там делать заниматься вот встретился с интересными людьми которые уже кое-что достигли это надежда Алексеевна Семенова это владимир георгиевич черкасов которыми литературку подбросил уж у него была очень большая библиотека и вот я начал заниматься уже не с целью там развития силы фигуры а уже знаете так сложились обстоятельства что просто-напросто выжить надо было какая-то знаете навалилась депрессия после всех этих богатырских телосложений и силы невезуха по всем фронтам с рождением от ребенка ну и все такое естественно по здоровью там постоянные боли были я же вам не зря говорил что я геморрой пищик со стажем и там геморрой пушевал будь здоров вот была задача вот оздоровить оздоровить себя и начал я искать разного рода методики и в результате одно там применял другое применял это там описал своих там дневниках так ближе к делу вот когда я значит поделал чистку печени особенно знаете вот такой сказать форсаж был именно в здоровье в плане здоровья что вот вот эти вот фотографии которые сейчас я вам покажу они как раз уже отражают и энергетику того состояния это примерно тысяча девятьсот восемьдесят четвертый восемьдесят пятый год когда я на волне вот этого знаете энтузиазма который возник от оздоровья я пошел можно так сказать в люди в газету местную начал рассказывать как можно оздоравливаться как можно закаливается как можно вообще поменять качество жизни то есть то что было из из развалюхи на эти угнетенной вот представилась таким вот полным умным как бы сказать энергетики задора изменение значит питание очищение толстого кишечника очищение особенно печени дало такой колоссальный скачок что можно даже сказать но не знаю тут некое омоложение или еще что-то то есть вот эти процедуры влияют на то что у вас просто-напросто то энергетика которая раньше тратилась на то чтобы знаете как-то преодолеть различные там уровни интоксикации внутренние там какие-то хронические болезни отклонений и так далее так далее когда вы убрали значит интоксикацию нормализовали работу кишечника нормализовали работу вообще организма с помощью этого образа жизни это не таблетки какие-то применяется таблетки применяется вот это когда я была таким вот большим 115 килограмм вот это так сказать но помимо таблеток это огромный тут без без труда это все ерунда ничего не будет вот и это мне значит увлекло увлекло дальше и начал заниматься заниматься популяризовать все это дело одновременно писать книги и вот смотрите это ростом 1992 год здесь я в ростове читаю лекцию парке по моему горького парке горького да вот уже были кое-какие мои там книги предлагают и так далее и найти если если вот сказать что увеличение гибкости до а это вот так надо смотреть увеличение гибкости принят за некое омоложение то пожалуйста вот сброс веса владение своим телом несколько по-иному развитие естественно гибкости все это можно принять за за некое омоложение но я бы не сказал что вот это есть некое омоложение то есть это просто у вас гибкость развилась гибкость можно развить всегда было бы желание таки дальше я значит иду использую применяю и вот смотрите вот это как раз я делаю 27 суточное голодание в 1994 году и вот такая вот гибкость уникальная становится но опять-таки вита но это сразу после голодания у меня ведь такой да можно сказать несколько заморенный но после того как отходишь ты значит смотришься несколько по-другому вот это еще одна фотография 1996 года в газете труд значит с натяжкой с натяжкой это можно принять за некое там омоложение но чтоб волосы черные были чтобы значит гибкость сохранилась то есть гибкость для того чтобы гибкость сохранялась надо на дне регулярно работать она останется до очень преклонного возраста а вот черными волосами дело несколько труднее но несмотря на это и и здесь можно все это дело решить с помощью ну допустим с помощью употребления проросшей пшеницы а именно знаете вот я как-то тематика такая довольно таки большая лично для меня значит одно дело одно дело и здесь важно понимать вы работаете со своей жизненной силой которую у вас имеется вы ее можете сохранить с помощью разумного образа жизни это прежде всего доброжелательно уверенное мышление самом себе уверенность в завтрашнем дне своих силах далее это естественно регулярная физическая нагрузка которая должна даваться для того чтобы чтобы мышечная масса у вас поддерживалась мышечная масса зависит от того какую нагрузку даете даете большую нагрузку вот будете такие большие как я был 115 килограмм месяц не даете никакой нагрузки как я вот опять таки не не давал никакой нагрузки значит вы будете там весит килограмм 85 как я был опять таки я был распорядок дня нужен нужно соблюдать для того чтобы для того чтобы вписываться вот эти все космические ритмы которые нам дают энергию и которую руководят работой внутренних органов и наконец-таки что там у нас и питание питание из пищи вы строите свое тело им не просто строите вы свое тело как бы сказать вы что-то там взяли и так далее а вы уже строите тело из того из тех продуктов из тех растений из тех грубо говоря животных которые здесь обитают которые уже поедая траву растение уже приспособились к этому месту проживания и вы потребляя эту пищу вы строите тело которое является частицей в данного региона отсюда не болейте и теперь знаете отсюда мы делаем так сказать небольшой вывод о долгожителях кто такие долгожители большинство из них пастухи которые жили в горах значит у них естественные вставали с ритмами космическими до ложились физическая нагрузка была умеренно достаточно вот эта ходьба питание было из того что было и естественно знаете любование природой ухаживание за этой отарой и никаких особо мыслей там каких-то там таких на эти вот эмоции прочих просто эмоции вот любование природой единение с природой вот это и сделала этих людей долгожителями то есть как как продлить жизнь дальше мы идем с вами значит вот если мы будем использовать голодание я использовал голодание до голодал во время голодания вот некоторые говорят происходит как бы омоложение тела я бы не сказал что происходит омоложение тела это вот берем голодание особенно когда вы голодаете там где-то месяц там больше просто-напросто у вас за счет того что в организме имеется имеются клетки сумма клеток вот сто процентов клеток из них грубо говорят 30 процентов могут быть молодые 30 процентов могут быть можно так сказать зрелые нормальные и дальше у нас идут там пожилые и старые клетки то есть балластные клетки которые ну еще живут но не особо работает так вот когда мы голодаем организм избавляется в прежде всего от старых клеток от больных клеток и так далее это длительное голодание я имею ввиду и за счет этого когда мы дальше проголодал 30 примерно суток выходим из голодания то у нас процент вот этих вот старых пожилых клеток становится меньше и за счет этого это наблюдается в неком омоложении то есть если вот так вот регулярно голодать мы тем самым себя будем как бы сказать поддерживать минимальное количество вот этих вот балластных клеток омоложение это ну я бы не сказал что это какое-то омоложение особенно чтобы она влияла как-то и там на потенции хотя и это есть это лучше работает будем говорить один из показателей омоложение это будем говорить способность где-то рождению как мужчины такие у женщины насколько это внешне внешне но будете более юными более так сказать выглядит то есть у вас будут ну юношеская фигура но это не значит что у вас эти возможности останутся хотя по сравнению с тем что было и тем что стало и это ощущал на себе это я говорю не просто там что-то написал а я ощущаю по себе будет намного лучше вот все касается голодание это надо будет так сказать практиковать постоянно то есть ваш должен быть своеобразный график голодание так допустим чтобы у вас примерно одно вот без экстримов там без всяких знаете это значит без всяких экстримов и прочих сказать надрывов над собой чтобы где-то 30 дневное голодание примерно но это для человека примерно массой тела от 80 до 100 килограммов вот так сразу скажу оно было раз в два года а в промежутках там были там недельное голодание двухнедельное голодание но опять-таки с интервалом чтобы вы успевали восстановиться то есть это вот так вот тогда какая-то работа будет произведена более-менее значит вы и опять-таки будете выглядеть более моложаво более стройное у вас будет тело гибче будет естественно ну и так далее то есть вот как как бы сказать такая вот моложавость будет работа с питанием работа с питанием то есть помимо помимо всего прочего есть продукты которые просто-напросто питая наш организм они его довольно таки сильно угнетают это как правило все вот эти вот продукты которые сейчас мы покупаем магазинах для того чтобы использовать питание в своем собственном омоложении опять таки скажем надо употреблять те продукты которые содержат в первую очередь жизненную энергию это проросшие продукты допустим проросшее зерно это знаете что-то такое свежевыжатые соки это будут как-то делать это специальные уже допустим травы такие как женщин это специальные продукты типа типа знаете панд отмарала вот я использовал вот этот вот значит как он там называется отмарала делали специальный препараты его использовал когда занимался спортом ну как бы сказать разница в выносливости огромная то есть вы практически не устаете вот этом делал там подходов по 20 и как будто это 20 подход был первый там приседаник или еще там что-то вот этот пантокрин он называется вроде как то есть вот такие продукты и кстати долгожитель китайский он как раз там вот постараюсь найти фотку и вставить сюда он сидит с корнем женщины то есть он там прожил якобы 260 там с лишним лет вот занимался значит вот он ушел и вот как бы сказать вот эти вот употреблял корешки то есть есть растение жизнедатель это там различные там не хочу сказать что там шиповник там боярышник есть более сильные там оралия манчжурская там золотой корень солодка кстати приравнивается к этим самым женщин у нас тут женщин тяжеловато вообще-то вот в корее идея был пожалуйста там его навал то есть использование растений жизнедателя и плюс это проросшие продукты проросшие продукты дают энергетику сразу я об этом уже много говорил когда зерно прорастает в нем потенциальная энергия превращается в кинетическую и оказывается вообще-то самое интересное что все живые существа они существуют на одной и той же жизненной энергии на одной и той же поэтому если мы ее умудряемся взять когда бы больше с проросшей пшеницы как допустим там еще некоторые говорят икра там черная там красная ну яйца свежие яйца там проросшее зерно ну и прочее 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 они могут нам как бы сказать наш потенциал жизненной силы подымать но насколько подымать это вот в основном выражается в том что как-то потенции у нас больше ну внешне так чтобы улучшиться там ну я не знаю далее это мы питание с вами разобрали далее идет у нас движение и не просто движение а вот идет у нас напряжение вот у меня было одно напряжение это просто я качался да тем самым мы как бы сказать поддерживаем уровень жизни своей на довольно таки хорошем уровне но можно сказать что это омоложение я бы не сказал это просто-напросто правильный уход за своим организмом который позволяет существенно лучше выглядеть и как бы сказать ну продлить свои биологические возможности вот что движение просто вот эта качка другое движение вот как раз там ушу есть и так далее и вот я наконец-то таки занимаюсь гравитационной гимнастикой это уже специальное движение как с помощью которых вы начинаете вырабатывать излишки жизненной энергии которая очень интересно влияет и на костный мозг а как мы знаем в костном мозге у нас идет выработка стволовых клеток которые там якобы заменяет все в нашем организме то есть что я хочу сказать я хочу сказать следующее что вот различные виды гимнастик и силовых там упражнений они больше влияют на на мышечную массу и отсюда запускают все там прочие виды обмена а вот на костный мозг нету той нагрузки которую которую вы оказывается надо было бы дать вот оказывается гравитационная гимнастика за счет мощнейших напряжений она способствует тому что как раз вот это вот напряжение продольное когда мы ногами даем когда мы руками даем когда мы там позвонком ночником да она влияет на костный мозг и как самодумов указывал что были исследования костного мозга что он из жировой ткани превращался в активную здоровую ткань которая продуцирует стволовые клетки и если глянуть на людей которые довольно таки много занимались гравитационной гимнастикой они выглядят довольно таки маложаво и так закончим по способах добывания энергии то есть они вообще-то разные если в смысле добывание энергии самостоятельно это здесь у нас и дыхание и значит напряжение вот частности гравитационная гимнастика на нате позволяет тупо проявить вот это вот усилие которое начинает омолаживать организм ну например вот если я раньше подымал допустим штанга на поясе 500 килограммов это был один уровень у меня энергии а через какое-то время я стал подымать тысячу килограмм это уже уровень в два раза больше это уже и возможности моего организма стали в два раза больше то есть во всех отношениях но насколько это сказывается но вот я занимаюсь гравитационной гимнастике уже третий год два года восемь месяцев что сказать конечно энергетика колоссально увеличилась организм как-то ее уже усвоил раньше раньше она так сказать найти аж брызла сейчас как-то все более-менее утряслось но в нужные моменты именно в нужные моменты она как раз и проявляется то есть важно управлять энергетикой когда вы можете и управлять а когда вы не можете управлять то есть эмоция пошла вы поддались ей и с такой мощной энергетики можете наделать очень много неприятных вещей это так слову далее у нас идет это умственные образы то есть работа с умственными образами работа с вот посытины с образно-волевыми настроями окажется образно-волевые настрои они влияют если взять вот человека он состоит из материальной части потом из энергетической части потом более тонкой энергетической части еще более тонкой энергетической части и так далее так далее и чем не тоньше вот эта вот часть тем она более мощнее может воздействовать на организм в любом отношении если правильно то действительно можно опять таки как-то продлить молодость моложавый вид возможности своего организма а если неправильно значит просто напросто разрушить тело очень быстро вообще организм разрушить очень быстро итак если мы теперь возьмем георгия сытина того человека который создал вот этот методику образно-волевых настроек и посмотреть его в качестве примера то что мы видим мы видим то что он после тяжелого ранения после которого списываются службы он восстановился у него ребенок получился в довольно таки уже преклонном возрасте то есть потенция была ну и так он сохранился и энергетика была а энергетику я на себе испытал мощнейшая просто ураган вот то есть можно использовать образно-волевые настрои для собственного моложения ну вроде бы я все перечислил то что более-менее возможно и понятно далее идут методики просто я не слышал это уже с помощью разного рода обрядов вы чего-то там добиваетесь омоложение улучшение там работы своего организма но вопрос стоит о том а что вы должны за замен этого обряда отдать то есть просто так знаете вот я-то геномалахом и дайте мне тут здоровье дайте силы дайте мне материальных благ ну так никто ничего делать не будет это надо как-то заслужить и вот это вот как-то может оказаться вернее оплата за вот это может оказаться хуже самого омоложения ну в принципе то что я знаю я так в основном высказал естественно есть знание более высокие глубокие нежели я там обладаю если кто знает пожалуйста а так что что теперь можно так сказать подытожить вот смотрите если человек начинает заниматься усиленно там своим омоложением там оздоровлением и так далее то есть фанатично вот слово вспомнил фанатично другого как-то нельзя подобрать то он становится фанатиком фанатиком там молодости оздоровления и так далее и тем самым он выпадает из социума ни семьи особо не будет потому что у семьи свои интересы у каждого члена семьи свои интересы вы с ними с такими с такими будем говорить установками своими на омоложение просто-напросто не не сможете жить вернее они с вами не смогут жить да и вы с ними не сможете жить раз далее физическое тело хотим мы и того или не хотим да и вот это интересно еще подчеркнуть методику методику увлажнение тела наше тело с самого рождения до самой смерти прогрессивно теряет конечно жизненную энергию на теряет она теряет теплоту и она теряет тело теряет влагу вот по всем этим трем вещам можно работать то есть в данный момент я добавляю энергии вот конкретно я ну насколько я так выгляду не знаю как вам нравится не нравится но мне практически уже 70 лет далее значит теплоту можно поддерживать с помощью и оводнение так сказать насыщение тела влагой помощью водных процедур есть упоминание об одной женщине которая в 70 лет выглядела как в 30 потому что она там раза два три регулярно посещала там парную баню тогда этого подобного есть такое чтобы лицо молодое было я встречал опять таки тоже такую женщину на передаче где-то и лет 70 там было по лицу лет 30 35 дает то есть гимнастика специальная мимическая гимнастика вот то есть в этом отношении надо работать далее что хотел бы сказать далее нам дается все таки жизнь для того чтобы мы кашка и что извлекли из нее накопили какой-то опыт что-то там такое ну приобрели то есть чтобы мы развивались и как вот мы засыпаем потом просыпаемся то есть нам дается жизнь дальше дается промежуток но это мое мнение которое с кем-то совпадает с кем-то не совпадает потом наступает новая жизнь и мы с учетом накопленного опыта в прошлой жизни начинаем здесь жить кто-то значит за кто-то там против и прочее 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 вот и в связи с этим связи с этим опять таки надо здесь обосновать свое продолжение протяженной жизни обосновать его то есть грубо говоря вот нормальная жизнь пускат пусть мы мы там скажем долгожитель это 90-летний возраст а вот сверх того сверх того скажем а мы еще хотим 30 лет а мы еще хотим 60 лет а зачем вам эти 30 лет или 60 лет вот это надо обосновать далее опять-таки надо обосновать и вот это вот омоложение свое для чего вам вот эти вот волосы раньше я очень комплексовал из-за того что вы видели у меня волосы но какие там были кудри черные знаете мать меня называла галчонка черные волосы густые волосы вот потом когда выпали конечно был какой-то комплекс а теперь никакого комплекса нет для чего они вам нужны и одно дело знаете если этот процесс какой-то не естественный а другое дело это естественный и все это связано опять таки по многим параметрам из только с образом жизни а с индивидуальной конституции одни есть рано сидеют рано волосы выпадают другие нет но у меня тут совместилось несколько факторов прием анаболических средств усиленный плюс индивидуальная конституция и все так так сказать привело к тому что выпало отца нет нормально а вот у деда по материнской линии наверно он лосоватенький был надо сейчас вспоминаю фотографию деда по материнской линии он был лосоватеньким больше мать пошел вот и теперь как бы сказать подытоживая если вы желаете как бы сказать жизнь посвятить вот вот на физическое тело и на себе убедился на конечное на нечто конечное что распадется да были бабайки у меня видели были бабайки е-мое ходил до такого у городе не было в нашем но это внешняя фактура которая как бы сказать для для жизни вообще-то особо там и не нужна если вы конечно не собираетесь с помощью этом зарабатывать ушло такое понятие как здоровые можно потерять если гнаться за за вот такой вот фигурой там употреблять разного рода компоты которые наращивают это мясо а потом развалиться все хочу сделать как-то подвести вот это вот мысль нужно не приходит поэтому на все это надо потратить время и время может быть потрачено впустую оказывается потом что все равно вы помрете а столько сил потратили на это от одно дело вот это все поддерживать естественным образом и нормально чтобы все это было у вас как бы сказать в жизни вашей и вам не мешало а наоборот помогала жить а сам совсем другое дело когда вы все положили на чашу своей жизни чтобы вы иметь вот такое вот тело волосы зубы там и прочее 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 и все это в конце концов рано или поздно разваливается ну нет у нас так сказать вечных людей потому что все предопределено что должен быть жизненный цикл во время которого мы с вами ухаживаем за своим организмом для того чтобы приобрести кое-какой жизненный опыт который сделает нас гораздо сильнее и понятливее в целом во вселенной но вот так вот как-то сказал есть особый день в году наступает темноту новым годом он зовется и всех людей дается шелестят конфет отвертки там мандарин стоит и наряженная елка огоньками нас манит pew, что всё! ужеitche пятник — все шелестятки ман performer Новый Год 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 Бум-бум-бам!